МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День Республики в студии Гелена Багаева. Смотрите сегодня выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жителям Калмыкии с патологиями сердца проведут высокотехнологичные операции в Москве. Полицейские пресекли канал поставки на рынок Республики контрафактного алкоголя. Организатор преступного бизнеса задержан. В Элисте откроется выставка, театр костюма и пластики в фотографиях Николая Бошева. Подробности организаторы рассказали на брифинге в Рея Калмыке. Более года назад было создано Агентство финансовой поддержки предпринимателей Калмыкии. На сегодняшний день уже 100 субъектов малого и среднего бизнеса получили микрозаймы на общую сумму более 200 миллионов рублей, сообщил глава Калмыкии Батухасиков. В период пандемии агентство помогло предприятиям сохранить около 600 рабочих мест и продолжить свою деятельность. Было выдано 54 льготных займа почти на 22 миллиона рублей. Также агентство предоставляет поручительство перед банками при получении кредитов, благодаря чему предприниматели Калмыкии смогли получить более 5,5 миллионов рублей. Нам важно поддерживать формирование благоприятной среды для развития бизнеса. Это не только создание новых рабочих мест для наших жителей, но и в целом формирование социально-бытовой инфраструктуры для нашего комфорта и налогового поступления в региональный бюджет, прокомментировал глава региона. Председатель правительства республики Юрий Зайцев встретился с экспертами дирекции школы 2025 Александром Павловым и Александром Мироновым. Во встрече также участвовали советник главы Калмыкии Николай Монсаев и заместитель министра образования и науки Герман Санжарыков. Ранее эксперты посетили все объекты, строящиеся в рамках нацпроектов образования и демографии. Премьер обсудил с экспертами темпы строительства образовательных объектов, остаточные объемы и сроки завершения работ, заострил внимание на качестве и вопросах комплектации новых учреждений для детей. Московские специалисты подчеркнули необходимость взять на контроль сроки завершения строительства и отметили, что работы на объектах выполняются качественно и соблюдением графиков. Незначительные недоработки оперативно устраняются. Центр поддержки экспорта Республики Калмыкия приглашает предпринимателя на бесплатные обучающие семинары. Полученные знания позволят предпринимателям сформировать базу для успешного и эффективного старта экспортной деятельности. С докладами выступят региональные тренеры Центра поддержки экспорта. Участники познакомятся с инструментами первичного анализа внешних рынков, поиска и оценки потенциальных покупателей, научатся подготавливать предприятия к экспортной деятельности. Кроме этого, теоретическая часть программы подкреплена практическими занятиями с решением реальных бизнес-кейсов. По окончанию бизнесмены получат сертификаты от Школы экспорта Акционерного общества Российский экспортный центр. Серия семинаров стартует 1 марта. Чтобы принять участие, нужно позвонить по номерам телефонов, которые указаны на ваших экранах. Количество мест ограничено. Сейчас переходим к сводке по коронавирусу. По данным регионального Минздрава, за сутки выявлено 40 новых случаев инфицирования. В тяжелом состоянии 13 пациентов, в том числе 7 на ИВЛ. Двое скончались. Выздоровело 49 человек. В госпиталях на лечении находятся 603 жителя Камыки в режиме домашней изоляции 3927. Сложным пациентам с патологиями сердца проведут высокотехнологичные операции в Москве. Сегодня в Республиканской больнице имени Жемчуева консультационный прием ведут кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Врачи проводят осмотр пациентов, проходящих лечение в стационаре. Это уже второй визит узких специалистов в Камыкию. Первый состоялся в октябре прошлого года. По его итогам, трое пациентов получили высокотехнологичную медицинскую помощь в Москве. Сегодня же в Республику приедут и детские хирурги из Бакулевского центра. По оценке федеральных медиков, работа кардиослужбы Камыки организована на высоком качественном уровне. А федеральный центр помогает больным, лечение которых сегодня в регионах не проводят. Второй раз я здесь нахожусь, могу подтвердить высокое качество оказания помощи в Камыкии. Работает, несмотря на ковидную инфекцию, основные подразделения республиканской больницы. Мы сегодня смотрели, выполнялось исследование, сегодня коронарографическое по исследованию проходимости коронарных артерий, которые кровоснабжают сердечную мышцу. Это позволяет оказать экстренную и самую необходимую помощь пациентам. Тем больным, которым требуется операция, большое вмешательство, мы готовы оказать эту помощь. И сегодня достаточно большая часть пациентов будет отобрана для того, чтобы организовать их приезд в Москву и в максимально короткие сжатые сроки выполнить это лечение. И я надеюсь, что мы также поможем жителям Камыкии получить самую современную, совершенную помощь, которую на сегодняшний момент можно оказать в России. Ведущий кардиоцентр имени Бакулева ежегодно консультирует до 15 тысяч человек. В его стенах выполняют более 5 тысяч операций. В отделении, где лечат пороки клапанов сердца и аневризмы, аорты, трудится и наш земляк-кардиохирург Цириан Бадмая. Молодой специалист уже зарекомендовал себя как грамотный и профессиональный врач. Сейчас он работает над диссертацией. Она посвящена одной из самых сложных патологий в кардиохирургии – оценке результатов лечения аневризмы аорты. Хороший молодой хирург, который выполняет сейчас диссертационную работу, является штатным сотрудником центра. И я очень рад, что ваш земляр занимает хорошие позиции в нашем центре. Очень приятно и большая честь находиться здесь в качестве уже консультанта на родной земле, отбирать пациентов, которые на самом деле нуждаются в лечении, в консультации, в необходимых обследованиях. Надеюсь, что данный визит также будет продуктивен, чтобы наши земляки также смогли получить необходимое лечение. Потому что на самом деле большое количество людей в принципе нуждаются в этом. Шаджин Лама Акамыки Итела Тул Курин Почи поблагодарила медработников республики, которые борются за здоровье заболевших COVID-19. Вирус не обошел у священнослужителей центрального хурула. Переболели 15 монахов, потерпела общину и утрату, потеряв одного из старейших учителей Гирше Джампа. Как сообщил Верховный Лама, за его скорейшее перерождение молится сам его святейшество Далай-Ламы 14. Несмотря на сложную ситуацию с ковидом, Верховный Лама Акамыки рекомендует верующим не концентрироваться на проблемах, позитивно мыслить и верить в лучшее. Я всегда стараюсь думать позитив, оптимизм. Будущее есть. И как наше будущее будет, это все наши рука. Поэтому я человек реалист. Многое говорит, что о, читайте какие-то молитвы, ритуалы проводить, чтобы все удалили нашу дорогу, открыли. Если так легко, мы давно-давно были без проблем, мы давно-давно были без болезни. Ну, конечно, это наша карма, жизнь такой. Поэтому я искренне хочу благодарить тех людей, которые медики. Я хочу еще раз от чистого сердца поблагодарить всех медицинских работников за их труд, за их работу. Я чувствую переживаемый вами стресс, я чувствую ваше беспокойство за здоровье людей. И у меня нет слов, чтобы выразить свою благодарность, свою сердечную благодарность. У меня просто не хватит слов, чтобы ее выразить. Но я каждый день стараюсь молиться за вас. И я каждый день думаю о том, каким образом морально, духовно вас поддержать в вашей работе. Актеру Республиканского русского театра драмы и комедии Саналу Циренову присвоено звание «Заслуженный артист Республики Камыки». Соответствующий указ подписала глава Камыки Батухасиков. Санал Циренов окончил колледж искусства имени Петра Ченкушева. Является председателем художественного совета театра, в котором работает уже более 15 лет. Также Санал Циренов лауреат национальной премии Улан-Зала. Очень долгожданная награда, очень радостная награда. Я благодарю весь наш коллектив, нашего театра. Это их награда в том числе. Я благодарю Министерство культуры за поддержку. И, конечно же, я благодарю вас, дорогой наш зритель. Вы приходите на спектакль, вы дарите нам эмоции. Благодаря вам случается это волшебство, это действие. И в том числе и эта награда тоже благодаря вам. Я благодарю всех. Спасибо большое. Очень рад. В Камыке полицейские пресекли канал поставки на рынок республики немаркированной алкогольной продукции. Как выяснилось, группа лиц занималась перевозкой и сбытом контрафактного алкоголя. При проведении оперативно-розыскных мероприятий в Элисте полицейскими остановлен легковой автомобиль под управлением 41-летнего жителя Элисты, в котором находились пластиковые емкости со спиртом. Оперативники установили, что Элистинец и несколько его знакомых приобретали товар за пределами региона в целях его последующего сбыта. Организатор преступного бизнеса был задержан стражами порядка изъято 500 литров спирта, а также свыше 300 литров алкогольной продукции с этикетками известных российских брендов. По данному факту, следственными органами МВД возбуждено уголовное дело. Сотрудники МЧС Калмыкия продолжают профилактические рейды по проверке соблюдения правил пожарной безопасности в жилом секторе в связи с холодным периодом времени года. Основное внимание уделяется разъяснению правил установки и эксплуатации отопительных систем электронагревательных приборов в жилом помещении. В беседах с жителями Республики Спасатели подробно разъясняют, как правильно эксплуатировать нагревательные приборы, чтобы не допустить пожара, как избежать перегрузки электрической сети и короткого замыкания, а также раздают листовки и буклеты по пожарной безопасности. Русская национальная гимназия имени Сергия Радонежского прошел урок, посвященный образовательному проекту Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». 28 марта стартует второй сезон проекта. В прошлом году его участниками стали более миллиона школьников 8-10 классов. В число суперфиналистов вошла и наша землячка Виктория Панасенко. Школьница получила приз в размере 1 миллиона рублей, который сможет использовать в качестве оплаты за обучение в престижном вузе или для бизнес-стартапа. Еще одна суперфиналистка конкурса стала девятиклассница второй городовиковской школы Есения Шевченко. Ее премия составила 200 тысяч рублей. Учащаяся 10 класса русской национальной гимназии мини Сергея Радынического Анны Велегурина до финала не дошла, но сдаваться не намерена. В этом году старшеклассница вновь попробует свои силы в направлении «Создавай будущее». Я выбрала вызов «Создавай будущее», так как это напрямую связано с моей будущей профессией. Мне попался кейс «Колонизация Луны». Вместе с моим наставником и моим старшим братом мы разрабатывали этот кейс, сделали 3D-модель Луны, ну вот именно базу, которую можно сделать на Луне. И тем самым, благодаря этому проекту я смогла попасть в полуфинал конкурса. На полуфинале у нас был кейс «Углеродный следч». Мы команды 10 человек из Южного Федерального округа решали вместе этот кейс, придумали очень интересное решение – это биотопливо третьего поколения. Конечно, я буду еще раз участвовать, потому что это огромнейший опыт. И те люди, с которыми я познакомилась на Большой перемене, мы до сих пор все вместе общаемся, вместе гуляем и также вместе хотим принять участие и пройти уже в этот раз финал. Я хочу снова создавать будущее, потому что все-таки мне очень понравились кейсы. Когда я увидела кейс «Углеродный следч» я подумала, вот это да, это мое. Именно этим я хочу заниматься в будущем, разрабатывать свои идеи, показывать что-то новое, предлагать свои новоторские решения. Главным критерием конкурсного отбора является не оценка успеваемости, а возможность дать подростку проявить себя и найти сильные стороны, которые пригодятся школьнику в современных реалиях. Принять участие в новом сезоне наряду со старшеклассниками смогут и учащиеся пятых-седьмых классов. Увеличится и число направлений конкурса. В прошлом году их было девять. К Большой перемене 2021 добавится еще одно, связанное с развитием образовательных технологий. Тематические смены пройдут в федеральных детских центрах «Артек», «Океан» и «Смена». Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте конкурса «Большая перемена.онлайн». В это воскресенье, 28 февраля, в галерее художников и мастеров народного декоративно-прикладного искусства откроется выставка «Театр костюма и пластики в фотографиях Николая Бошева». Об этом сообщила руководитель театра Татьяна Милованова в ходе брифинга на рейке Амыке. По словам Миловановой, фотограф Николай Бошев сотрудничает с театром уже более 20 лет. За это время сделано свыше тысячи снимков в студии и на различных мероприятиях. На выставке будет представлено более 30 фотографий. Напомню, познакомиться с работами автора можно будет с 28 февраля до 9 марта. Открытие запланировано на 3 часа дня. Также стоит отметить, в этом году театру костюмовой пластики исполняется 25 лет. Каждая работа – это история. Вообще, каждая работа, каждая фотография, так скажем, да, это целый проект на самом деле. То есть фотография, допустим, в пустыне – это проект, это мы выезжаем, это, ну, это целое мероприятие. Еще что-либо, какая-то локация другая – это целый проект определенный. За этим, конечно, стоит напряжение, за этим стоят, ну, организаторские моменты сложные, несложные, с приключениями какими-то. И о спорте. В Калининградской области завершился 15-ти международный турнир по греко-римской борьбе, который собрал около 200 спортсменов из разных уголков страны. Калануке представляли воспитанники Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва по борьбе имени Тула Балдашинова. По итогам турнира Арлтан Наранов, Магомед Мазаков, Улан Гучинов завоевали первые места в своих весовых категориях. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР, на 21-й кнопке www.z sports.el.com, на сайте рекамике специально вкладки и на официальном аккаунте в Instagram reakound.ru. На этом у меня все. Всего доброго До встречи в эфире.